Привет! Ты смотришь дневничок. Это новая рубрика «Культурный разбор». Здесь мы будем разбираться в интересных явлениях, событиях и истории всего на свете. В этом мне будет помогать шестерикова Вика. Открываем новый диалог о самом недосягаемом — о звездах. Вика, с чего начнешь? Итак, Аня, давай рассказывай, как у тебя проходят уроки астрономии. Я думала, что мы на астрономии будем смотреть на звезды, а мы решаем какие-то задачки. Ну, астрономия — это достаточно такая наука обширная, которая затрагивает и решение задач, и телескоп, через который можно смотреть на звезды. Расскажи мне, пожалуйста, откуда вообще берутся звезды, сколько они живут и куда они исчезают? Ну, вообще, это достаточно такая большая, обширная тема, и космос, в принципе, достаточно недосекаем для нас, но в нем летают такие облака пыльные, в которых всякие химические элементы. Вот. Ты же у нас в химии не особо. Вообще никак. Ну, тогда там элементы разные такие, атомы, микро-микро-микро-микро-точки, которые постепенно-постепенно, сталкиваясь друг с другом, образуют маленькие ядрышки, которые потом снова сталкиваются с друг другом, и получается что-то типа ядра. Вокруг него образовывается оболочка, а внутри начинается горение. Ну, и существуют два типа звезд. Огромные, большие, которые больше солнца, наверное, в тысячу раз, то есть это как мой ноготь по сравнению со мной. Маленькая звезда, которая только-только вот появляется, с процессом горения внутри, она начинает излучать свет, потому что в космосе очень холодно, а в ядре очень жарко, и это столкновение приводит к образованию некого свечения. Ты знаешь вообще какого цвета звезды? Нет? А ты что, на небо вообще не смотришь? Нет, я смотрю, они белые. Ну, вообще не все. Есть белые звезды, бело-голубые, голубые, желтые, бело-желтые, красные и оранжевые. Ты когда-нибудь видела, кстати, красную звезду? А солнце? Оно желтое. Ну, собственно, самые большие звезды, они желтые, они такие красные, оранжевые, вот таких ярких, насыщенных цветов. И светят они, кстати, ярче, чем даже голубые, хотя с виду кажется, что наоборот. Ну, и получается так, что большая звезда какая-то проживает в своей жизненной цикл, если она соизмерима с солнцем, то она проживает в своей жизненной цикл где-то в 50 миллионов лет. То есть, по сути, шанс того, что мы застанем смерть или рождение звезды, очень-очень маленький. Ну и вот, а большие звезды, они живут всего 5000 лет, ну, вообще мало по сравнению с остальными. И по итогу, кстати, большие звезды могут становиться нейрозвездными или черными дырами. Все же знают вот эту историю с тем, что кто-то пропал в черной дыре, а она нас всех поглотит. Так вот, это раньше была большая звезда, какая-то такая сверхновая звезда. А вот ты знаешь, что будет с нашим солнцем, когда оно все-таки погаснет? Черная дыра? Ну, почти. Оно сначала превратится в белого карлика. Ну, вот, по размеру, как ты, наверное, будет. Вот. После чего, когда оно полностью свой жизненный цикл закончится, оно превратится в такое коричневое пятно. Такой коричневый уголек, который будет висеть на небе еще очень-очень долго, пока не распадется. И из этих кусочков снова появится новая звезда. Поэтому большинство звезд, которые мы видим, они, ну, еще долго-долго поживут. Вот. Дальше. Дальше. Ты когда-нибудь застревала в лесу? В лесу? Да. Застрять в лесу? Ну, в плане заблудиться. Ты когда-нибудь видела в Тазовском лесу? Ну, вдруг ты гуляла по тундре и заблудилась ночью. Нет, никогда. Ну, я тоже никогда, конечно. Но представь себе ситуацию. Ты заблудилась в тундре ночью. Нет ничего вокруг, никаких деревьев. Все же знают, что по мху можно определять. Там он растет с севера, там с юга. Вот. А представляешь, вот нет ничего. Мох на земле. Север в землю. Вот. Ты когда-нибудь думала, как уже выбираться из такой ситуации? Я так понимаю, ты ведешь к тому, что по звездам можно определять, куда идти, да? Да. Итак, смотри. Ты видела полярную звезду? Конечно, ты ее видела. Ты живешь на севере. Полярная – это та, которая самая яркая, да? Это самая яркая. Она находится между созвездием, такой буковкой W, и созвездием, которая большая медведица. И там вот так параллель проводишь. И как раз вот в серединке будет полярная звезда. Если к ней стать лицом и дождаться определенного момента, когда практически будет перпендикуляр между одним созвездием и другим. Кстати, да. Такое бывает, что звезды двигаются, если на них очень-очень долго смотреть. Вот. Ты можешь стать лицом и понять, что туда на север идти, туда не надо идти. А если ты повернешься в момент, когда образовался перпендикуляр между одним и другим созвездием, то увидишь южный крест. Это созвездие, которое достаточно ярко, его легко заметить на ночном небе. Ну, если нет облаков. Если облака есть, то, ну, как бы тут без вариантов оставаться ночевать. Меня съест не греть. Вот скажи мне, вы все хотя бы раз слышали про какие-то там ретроградные Меркурии? То, что как-то звезды и планеты влияют на нашу жизнь? Ну, вообще, на самом деле, каждый человек сам определяет свою жизнь. Это первое. Но если вам так интересно и хочется добавить мистики, какой-то астрологии в свою жизнь, то, конечно, можно верить в то, что звезды и какие-то другие планеты влияют на нашу планету, на нашу жизнь. И каждому человеку просто ретроградный Меркурий. Надо быть осторожным с деньгами. Вот. Это, конечно, бывает очень часто. Вот такие всякие фразы. Но на самом деле на нашу планету больше всего влияет Луна. Потому что она делает приливы и отливы на нашей планете. Остальные планеты, ну, я бы не сказала, что сильно влияют. А звезды так вообще очень-очень нередко. Ну, и на самом деле, с древних-древних времен существовала такая нука, как астрология. Все вдруг решили, вместо того, чтобы изучать нашу планету, изучить другие миры. Было интересно, есть ли кто-то на звездах, кто там живет. Но не думаю, что люди, конечно, могут жить при температуре 500 градусов или 5000 градусов. Ну, возможно. И получается так, что каждая вообще, в принципе, такая астрологическая тема, она завязана на истории. Потому что кто-то когда-то придумал определенные гороскопы, определенные какие-то моменты. А сейчас вообще те же самые натальные карты. Ты смотрела когда-нибудь? Нет. Как не смотрела? Натальная карта — это такой сайт, например, или можно самому даже составить. Куда ты вводишь свои данные по рождению? Различные по именам. И тебе выдают, какие планеты были в каких... Сейчас скажу. Забыла я. На каком месте стояла каждая планета и как она влияла на Землю. Давай я расскажу тебе вообще прикольную историю. Как вообще зародились знаки Зодиака и откуда они взялись. Твой знак Зодиака — весы. И существует такая легенда. Вообще греческие мифы, люди в Греции, по-моему, придумали буквально все на свете. А мы сейчас этим пользуемся. Ну и, собственно, в Древней Греции был бог Зевс, у которого была еще одна из его жен — Фемида, богиня правосудия. И у них родилась дочь Артея, которая приходила на Землю и смотрела на людей. И с завязанными глазами, в своих весах, которые она взяла у матери, взвешивала. Хороший человек или плохой. Ну, знаешь, зачем она завязывала глаза? Зачем? Чтобы справедливо было. Ну, конечно, ради справедливости. Ну, и отец решил ее за это наградить, похвалить. И чтобы она постоянно не возвращалась на Олимп за весами матери, он поместил их на небо. И получается так, как и образовалось созвездие весы. Кстати, его очень сложно заметить. Оно одно из самых неярких на небе. Обидно, да? Да. Ну, что это такое? Вот я весы. И почему мое созвездие самое тусклое? Но при этом в своем созвездии есть единственная зеленая звезда, которая видна невооруженным глазом. Она находится в основании весов. Поэтому, если ты сегодня ночью выйдешь на улицу и будешь разглядывать небо и найдешь зеленую звезду, то это точно твое созвездие. Я посмотрю. Я запомнила твои слова, я точно посмотрю. Вот. И эта зеленая звезда, кстати, необычна, да? Я вроде не говорила, что существуют зеленые звезды, но они вообще есть разных цветов. Все зависит от излучения, которое они там посылают нам на Землю. И насколько этот человеческий взгляд способен увидеть это излучение. Ну и получается так, что твое созвездие вот такое. Но при этом там действительно уникальная звезда. И больше нет вообще никаких зеленых звезд на нашем небе. Только сегодня облачно. Ты вряд ли увидишь что-нибудь. Да опять мне не везет. Ну что такое? Ну зато теперь я могу устроить тебе рубрику гороскоп. Ну давай тогда не только про весов. У нас есть зрители. Конечно. Поэтому мы про всех расскажем. Это все о звездах. Но есть еще одна интересная тема, о которой стоит поговорить. Это турслет школьников. Об этом вам расскажет наш корреспондент Федя. Ему слово. Сейчас уже закончится первый этап. Они справились, кстати, за минуты. Это достаточно хороший результат. Другим командам нужно потрудиться, чтобы их обогнать. Очень хорошо ребята действуют команду. Это самое главное. В туристическом слете самое главное это командная работа. Чтобы один, как вот девочка, собрала. А пока другие сейчас собирают. Мы сейчас видим тренера команды, который им диктует, как правильно что делать. Это самое главное. Присутствует группа поддержки. Кослинская команда начинает уже второй этап. Свежий воздух, активный отдых, природа, каши и друзья. А также твои любимые педагоги. Все это туристический слет. Традиционные ежегодные мероприятия для школьников Тазовского района. Кстати, именно оно одно из самых ожидаемых в начале учебного года. Ведь здесь подростки могут проявить себя в различных активностях. Это и спорт, и творчество, и кулинария. Но даже это не главное. Важно, что здесь всегда царит уникальная атмосфера и хорошее настроение. Гослинская команда уже ходит по бревнам. У них есть шансы, Юлия Ивановна? Думаю, да. Это хорошо. А мы побежали дальше за ними, как нагло, репортеры. Надеюсь, мой влог наберет много просмотров, потому что мне дали очень дорогую штуку, и я уже в ней разобрался. Вы понимаете? Ну, хотя, в принципе, у меня тоже испытание. Я должен проснимать три команды и бегать с ними, если не по кругу. Так что считаю, что репортеры тоже очень такие устойчивые люди. А сейчас вы увидите... Ракеты? Что еще сказать? Подождите. Подождите, куда они бегут? Ёкарный бабай. Устав. Ничего, у них какие-то проблемы, но мы верим, что у них все получится. Главное, что участие, как говорится. Что все мы победили, что попали на это замечательное событие. На меня что-то говорят, но это ладно. Но на самом деле, короче говоря, так-то это очень интересное мероприятие. Вот вы сидите дома, а могли приехать на этот слет, посмотреть, покушать гречневую кашу с тушенкой на воздухе. Это же самое лучшее. Вы понимаете? Это и для здоровья полезно. И улучшает ваши именно внутренние качества. Вы именно отдыхаете от этого, от все время какого-то общения. Вы устаете, вы перегреваетесь. Вот пока я говорил, уже ребята закончили. Молодцы, а мы продолжаем репортаж. Мы можем увидеть, как ребята стараются. В это время опять мы будем начать с философии от Федора. Ребята почти со всеми справились. Они большие молодцы. Я тоже поддерживаю. Присутствует поддержка в виде именно друзей и знакомых именно школы Тиши. Сейчас уже начнется следующая команда. Ну, репортаж почти подходит к концу. Но я еще буду снимать Татскую среднюю школу, так что вы особо не расстраиваетесь. Если вы рады меня видеть, пишите в комментариях. Федя Плюсик, Федя Плюсик. Расскажи, что у вас вообще здесь есть. Можешь провести мини-экскурсию, пожалуйста. Да, это наш бивак. Бивак Тазовской средней школы. Вот здесь у нас находится основная палатка. В ней лежат наши вещи, наши портфели. Дальше у нас палатка поменьше. В ней находятся все наши продукты. Тут у нас стол, за которым мы будем кушать. Там дальше стоит рукомойник, туалет, костер и вода. А сложно это все было устанавливать? Потому что, как я знаю, палатки достаточно тяжело ставятся. Нет, нам было очень легко. Мы сделали все быстро, четко, аккуратно. А еще знаю, что у вас есть конкурс, где вы готовите еду. Что вы сегодня приготовили? Сегодня мы будем готовить гречневую кашу с тушенкой и чай с травами и ягодами. Очень аппетитно. Я бы попробовал. А вообще, ваша команда готова сегодня выиграть, побеждать и всех рвать на своем пути? Да, безусловно, да. Все, спасибо большое. Как твое настроение? Готов ли ты сегодня участвовать в этом замечательном мероприятии? Ну, а когда не были готовы, правильно? Настроение прекрасное. Команда и настрои тоже присутствуют. Главное что? Главное победа. Правильно. А можешь рассказать поподробнее, что здесь находится? Ну, если по местам, то здесь сейчас мы находимся в нашем лагере. Наш бивак. Его будет оценивать в конкурсе. Также сзади, за вашими спинами, два бивака команды соперников. Палатка судьи где-то там. Там же палатка организаторов и там же поляна, на которой мы представлялись. Хорошо, долго ли вы здесь все обустраивали, потому что у вас есть картинки всякие, фотографии различные? Непосредственно установку ушло, может, минут сорок. А готовились мы к турслету, ну, плюс-минус неделю. И все это вы делали сами, вам, то есть, никто не помогал? Да, абсолютно все здесь сделано нашей командой, нашими руками и нашими мозгами. Ольга Николаевна, последнее слово. Мы лучшие! Вы лучшие! Марс! Давай, давай, давай! Бегут команда! Никита, что скажешь? Никита! Никита, как? Никита! Так они не рассказывают. Все главное? Без суеты и все хорошо. Под углом. Все хорошо, у нас походят все, молодцы, молодцы. Что скажешь, Никита? У нас все получится. На туристической тропе школьники демонстрируют навыки в пешеходном туризме. Всего здесь 15 этапов. Я собрал топ из тех, которые больше всего запомнились спортсменам. Самым интересным, по мнению участников, стрельба по биатлонным мишеням. Самый сложный – определение сигнальных знаков бедствия. А самый легкий – переправа по бревну с использованием двухкилограммовых страховочных систем с карабинами. Кстати, с этой задачей справились все три школы. Можешь сказать, труслет – это вообще важное мероприятие, или это просто придумали, чтобы просто было? Нет, думаю, это очень важное мероприятие, так как школьники поддерживают физическую форму и познают что-то новое. Что ты познала новое в этом мероприятии? Например, какие знаки есть, потом, как определять азимут. Ну, и также подкрепила, как сказать, улучшила свои физические навыки. Хорошо. Ты, как я знаю, вроде бы участвуешь в забеге. Да. Также за это время ребята поучаствовали в конкурсах на самую вкусную кашу, самый практичный бивак и самую атмосферную походную песню. Турслет длился пять часов. В итоге третье место у Гассалинской средней школы. На втором – Тазовская школа-интернат. И победителем 29-го туристического слета стали ученики из Тазовской средней школы. Поздравляем победителей! С вами был я, корреспондент Агай Федор. Всем до свидания, до новых встреч! Это все на сегодня. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!